слава тебе боже наш слава тебе сегодня у нас 29 декабря 2018 года продолжаю начитывать книгу она называется золотые руки бен карсон это про известного нейрохирурга он был негром вот живет он в америке сейчас мы примерно 67 лет глава 2 тяжелый груз они не вправе так обращаться с моим мальчиком воскликнула мама взглянув на бумагу который принес со школы куртис но нет этого не с тобой не сделают куртис еще только собирался прочесть ей постановление школьного совета но она уже поняла смысл этого документа мама что ты собираешься делать удивился я мне никогда не приходило в голову что можно хоть как-то изменить решение школьного начальства я собираюсь утром пойти в школу и все поставить на свои места ответила мама по тону ее голоса я понял что она так и сделает куртис был старше меня на два года он уже заканчивал школу но один из членов школьного совета наставил на том чтобы отправить его в техническое училище у куртиса и раньше были низкие баллы по успеваемости а за последний год они стали стремительно расти но поскольку куртис учился в школе где преобладали белые ученики мама не сомневалась что член совета находится под властью стереотипного представления о неспособности черных учиться в колледже конечно я не было на этой встрече но очень живо помню все что вечером мама рассказывала о ней я сказал этой советнице мой сын куртис поступит в колледж я не хочу чтобы он шел техническое училище потом мама провела рукой по голове брата куртис ты зачислен на подготовительное отделение колледжа эта история прекрасно иллюстрирует характер матери она была не из тех кто подчиняется обстоятельством и ясно представляла что хочет сделать для нас мама и тогда была привлекательной женщиной чуть выше среднего роста очень подвижной несмотря на заметную полноту да и сейчас когда ее мучают артрит и боли в сердце она по моему не стала двигаться медленней моя мать сони карсон трудолюбива в любой ситуации сосредоточена на достижении цели пред представляя к себе высокие требования не удовлетворяется малым она обладает врожденной способностью интуитивным чувством которое позволяет ей выбирать правильную линию поведения по-видимому это ее главная отличительность особенность мама всегда много требовала от себя и нас воспитывала в том же духе я не хочу сказать что мы моя мама совершенству конечно она обычный человек но она никогда не давала мне успокоиться на достигнутом и добивалась своей цели ворчанием требовательностью а иногда жестким ко мне отношением будучи в чем-то уверенной мама стояла на своем и не сдавалась мне не всегда приятно было слышать ее слова ты не рожден для неудач бенни ты можешь это сделать или одно из ее любимейших напутствий попроси бога и он поможет тебе мы были подростками и не всегда радовались ее урокам и советам но несмотря на наше возмущение и упрямство мать отказывалась уступать прошли годы и постоянно ободряемой матерью мы с куртисом поверили наконец что мы способны осуществить нами задуманное может быть она промывала нам мозги в надежде что мы станем по-настоящему хорошими людьми и добьемся цели которые стремимся и поныне голос ясно звучит моих ушах бенни ты можешь это сделать не теряй верой ни на секунду когда мама вышла замуж у нее было только начальное образование но в нашем доме движущей силой всегда была она мама подталкивала моего неторопливого отца главным образом благодаря ее бережливости родители накопили денег и купили наш первый дом мне кажется именно благодаря ей они через некоторое время достигли достатка уверен что мама подозревала о той бедности и трудности с которыми ей пришлось столкнуться впоследствии в противоположность маме отец был стройным и высоким он часто повторял всегда надо выглядеть как следует бенни одевайся соответственно тому кем хочешь быть важнее всего для него было во что он одет и кто его окружает он всегда любил находиться среди людей относись к людям хорошо люди много значат если ты будешь к ним хорошо относиться они тебя полюбят когда я вспоминаю эти слова мне кажется что для отца было важно нравится всем если меня просили описать отца я всегда говорил он просто хороший человек мне сейчас так кажется несмотря на все возникшие потом проблемы мой отец был из тех кто любил модно одеваться и вести себя как настоящий мужчина ухлёстывая за каждой юбкой такой стиль жизни мог не лучшим образом повлиять на нас во всяком случае теперь я очень обязан матери за то что мы избежали подобного влияния по части интеллекта отец был не силен он путался в деталях и не мог охватить целого возможно в этом заключалась самое существенное различие между родителями оба не происходили из больших семей у матери было 23 брата и сестры у отца 13 они поженились когда отцу было 28 лет а матери 13 много позже она призналась что для нее брак был бегством и безнадежно семейной ситуации вскоре после свадьбы родители перебрались из штата тенниси в детройт где в конце сороковых начале 50-х годов была нужда в рабочих руках люди с сельского юга переезжали на север потому что могли получить там хорошую работу на фабрике отец нашел работу на заводе кадиллак насколько мне известно это было его первое и последнее место работы откуда он и ушел на пенсию 70-х годах а еще мой отец был пастором маленькой баптистской церкви я так и не понял был ли он посвящен сан или нет один раз он взял меня послушать как он проповедует а может быть я запомнил только этот единственный случай отец не был пламенным проповедником стиле телевизионных евангелистов он говорил в относительно спокойной манере и настроение аудитории не накалялось он не имел настоящего дара слова но старался как мог я помню как то в то воскресенье он стоял перед нами высокий и красивый а на большом металлическом кресте покачивающимся у него на груди сверкало солнце я уеду на несколько дней навещу родственников сказала мама через несколько месяцев после ухода отца а мы заинтересовался я я поеду одна ответила она необычайно тихим голосом вы не должны пропускать школу прежде чем я успел возразить мама добавила что мы останемся с соседями я обо всем договорилась пока я не вернусь вы будете спать здесь а есть с ними я мог бы удивиться ее решению если бы меня не взволновала перспектива погостить чужом доме это означало кое-какие поблажки еду вкуснее обычного веселую игру с соседскими ребятишками за этой поездкой последовали другие мать говорила что ее не будет несколько дней и поручала заботу о нас соседям она все устраивало так что мы оставались друзьями поэтому перспектива общения с ними нас не пугала а радовала благодаря ее любви мы чувствовали себя безопасности и мне даже в голову не приходило что мама может не вернуться сейчас это кажется странным но я узнал чем были мамины визиты к родственникам только когда стал взрослым такая в нашем доме царила атмосфера надежности когда от груз ответственности становился слишком тяжел мама обращалась к медицинской помощи развод повлек за собой трудный период смятения и депрессии мне кажется лишь ее внутренняя сила помогала ей осознать что она нуждается в профессиональной помощи и набраться смелости обратиться к врачу отсутствовала она обычно несколько недель мы мальчишки и не догадывались о ее психиатрическом лечении а мама не хотела чтобы мы знали об этом со временем мама отказалась от лечебных процедур но друзьям и соседям трудно было относиться к ней как здоровому человеку мы не представляли себе насколько ее огорчало то обстоятельство что лечение психиатрической больницы последовавшие за разводом дало соседям свежую тему для сплетен обе эти проблемы оставили глубокий след в ее жизни мама должна была справляться с домашними делами и заниматься нашим воспитанием к тому же многие друзья отвернулись от нее тогда когда нам больше всего в них нуждалась из-за того что мать никого не посвящала в подробности развода люди предполагали худшие и распускали они дикие слухи я решила что это мое дело как-то сказала мать мне все равно что говорят обо мне люди но держаться такой линии было конечно нелегко грустно думать о том как много слез она выплакала в одиночестве в конце концов источники денег иссякли и мама поняла что каким бы скромным не был наш дом она не сможет его содержать дом при разделе имущества остался ей и через несколько месяцев она сдала его в аренду мы собрали вещи и переехали это был один из тех немногих случаев когда появился отец он пришел чтобы отвезти нас бостон старшая сестра матери джин авери и ее муж ульям согласили взять нас к себе мы переехали в бостонскую квартиру родственников их собственные дети уже выросли и они горячо полюбили двух маленьких племянников со временем джин и ульям стали нас с куртисом так нуждавшимися в нежности любви вторыми родителями еще около года после переезда в остон мать регулярно обращалась за психиатрической помощью лечение занимало 3-4 недели мы оставались в одиночестве но тетя джин и дядя ульям были так внимательны и заботливы что нам даже нравились периоды ее отсутствия благодаря тете дяди мы с куртисом были уверены что с мамой все в порядке а когда она писала или звонила по телефону они сообщали нам мама возвращается через несколько дней все было так хорошо организовано что мы не догадывались как тяжело приходилось матери а именно этого и хотела волевая соня карсон глава 3 восьмилетний крысы завизжал я смотри курт крысы я в ужасе показывал на заросшие сорняками пустырь находившийся позади дома они крупнее кошек ну уж крупнее возродил куртис пытаясь держаться солидно но до чего же гнусные детройт никаким образом не приготовил нас к жизни в бостонском многоквартирном доме армии тараканов маршировали по комнатам как не пыталась мать от них избавиться еще больше пугали меня орды крыс хотя они держались по удали от людей и обитали в сорняках и кучах мусора изредка и только в холодную погоду пробираясь в подвал дома я один вниз не пойду мой отказ был катить горещину один я боялся спускаться в подвал и без куртиса или дядя ульяма ни шагу не сделал бы однако из сорняков иногда из сорняков уползали змеи однажды в подвал забралась большая змея и кто-то убил ее еще долго после этого случая дети говорили только о змеях знаешь в прошлом году змея забралась в соседний дом и ужалил насмерть четырех детей пока не спали поведал мне один из одноклассников они тебя могут сожрать добавил другой ну не рассмеялся первый она тебя ужалит и ты умрешь тут же следовал еще один рассказ о том как кто-то умер от укуса змеи конечно ребята фантазировали но я так часто слышал подобные истории что они запали мне в душу и я стал осторожным робким и постоянно наблюдал нет ли поблизости змей на пустыре всегда было полно пьяных валялись бутылки из под дешевого вина разбитые стаканы кучи мусора полуразрушенные строения и полицейские машины стали для нас обычным зрелищем мы привыкли и к этой перемене в нашей жизни через несколько недель все казалось нам совершенно естественным никто не говорил нормальные люди так не живут я полагаю что нам удалось избежать слишком заметно влияние бостонской жизни только благодаря чувству семейного единства поддерживаем дядей и тетей мама конечно работала все время она редко бывала свободно но эти часы она проводила с куртисом и со мной пытаясь наверстать то время пока еще не было с нами мать работала в богатых домах ухаживала за детьми помогала по ходу по ходу хозяйству ты выглядишь очень усталой сказал я как-то вечером когда она вошла в нашу узкую комнатку было уже темно весь прошедший день она провела работая в двух местах потому что одного заработка не хватало похоже что так мама откинулась на стуле сбросила туфли и ласково улыбнувшись спросила как дела в школе как бы она не уставала но если к ее возвращению мы еще не спали мама никогда не забывала спросить о школе именно это ее постоянно забота о нашем образовании помогла мне понять насколько важны для мамы наши школьные успехи когда мы переехали в бостон мне исполнилось восемь лет я был склонен к серьезным размышлениям и любил подумать над тем что со мной происходит однажды я пришел к такому заключению восемь лет это замечательно потому что когда тебе восемь ты ни за что не отвечаешь все тебе заботиться а ты только играешь и веселишься потом я развил эту мысль дальше всегда так не будет поэтому надо радоваться жизни сейчас если исключить неприятности связаны с разводом родителей это была лучшая пора моего детства во-первых вспоминается самое захватывающее рождество в моей жизни когда тетя и дятя буквально завалили нас куртисом игрушками да и мать подарила больше обычного пытаясь как-то возвестить нам потерю отца одним из лучших подарков была инерционная модель самого современного бьюика но химический набор затмил даже игрушечный бьюик ни до ни после ни одна игрушка не вызывала меня такого интереса как химический набор я проводил много времени дома играя с ним изучая инструкции ставя один опыт за другим я заставлял лакмусу и бумажку становиться то синий то красный я смешивал химикалии в странных сочетаниях и зачарованно наблюдал как они шипели вскипали и меняли цвета когда же результаты моего творчества наполняли всю квартиру запахом тухлых яиц или еще чего-нибудь похуже меня это смешил до колик во вторых когда мне исполнилось 8 лет я пережил свой первый религиозный опыт мы принадлежали к церкви христиан адвентистов седьмого дня и однажды в субботу пастор форд проповедник детротской церкви расположенной бурнус авеню привел в проповеди следующий пример замечательный от природы рассказчик пастор форд поведал нам как мужа и жену врачей миссионеров в одной далекой стране преследовали грабители пытаясь ускользнуть от бандитов супруги пробирались сквозь заросли поднимались на скалы и спускались в расселины наконец едва живые от усталости они вышли к обрыву и оказались в ловушке идти дальше было некуда внезапно у самого края скалы они заметили узкий разлом щель оказалась достаточно большой для того чтобы залезть внутрь и спрятаться секунды позже на край обрыва выскочили преследователи но сколько не искали они так и не обнаружили доктора и его жену бандиты не верили своим глазам но их жертвы исчезли ругаясь и проклиная все на свете бандиты вынуждены были уйти ни с чем я слышал как перед моими глазами возникала такая яркая картина словно я сам спасался от погони пастор не нагнетал обстановку но я так живо эмоционально пережил тяжелое положение супругов как будто меня саму пытались поймать эти жестокие люди я словно наяву видел преследователей дыхание перехватило от панического страха и безнадежности когда наконец бандиты ушли я взоснул с таким облегчением будто сам спасся от погони пастор форд наблюдал за прихожанами они нашли у защиту и укрытие подвел он итог спрятавшись в расселены скалы бог защитил их от зла проповедь закончилась мы запели благодарственный гимн в то утро и за рассказом о миссионерах пастор выбрал гимн он прячет мою душу в расселены скалы объяснив нам что спастись в расселены скалы мы можем только через иисуса христа если мы полагаемся на господа добавил он сматриваясь в лица прихожан мы всегда спасаемся спасаемся в иисусе христе пока я слушал пастора мое воображение нарисовал чудесную картину того как бог заботится обо всех кто хочет ему служить этот образ и только что пережитые эмоции привели меня к мысли все что мне на самом деле нужно это укрыться в расселены скалы хотя мне едва исполнилось восемь лет я принял решение другие дети уже допускались к окрещению и присоединялись к церкви в моем возрасте и поскольку рассказ проповедника и музыка вызвали во мне столь сильные эмоции я также ответил на призыв когда пастор форд следуя обычаем нашей церкви спросил кто хочет обратиться к иисусу христу куртис и я вышли вперед несколькими неделями позже мы оба приняли крещение при всех моих недостатках я был хорошим ребенком и не делал чего-то особенно плохого однако после той памятной проповеди я в первый раз в жизни понял что нуждаюсь в божьей помощи для спасения следующие четыре года я старался соблюдать все чему меня учили в церкви это утро явилась для меня отправной точкой еще в одном отношении я решил стать врачом врачом-миссионером на церковных службах и уроках по изучению библии часто звучали истории о врачах-миссионерах меня захватывали рассказы о братьях и сестрах которые отправлялись в путешествие в бедной деревне африки или индии к нам приходили сообщение о том когда доктор доктора облегчали физические страдания помогать людям вести более здоровую и счастливую жизнь вот чего мне хочется сказала матери по пути домой я хочу стать врачом мама я смогу стать долл доктором послушай бы не мы остановились и мама взглянула мне в глаза потом положив мне руки на плечи она заговорила если ты о чем-нибудь просишь бога и веришь что он это сделает так и будет я убежден что могу стать врачом тогда ты станешь врачом бы не заверила меня мама и мы пошли дальше получив такую мощную поддержку я больше не сомневался в выборе жизненного пути как и большинство детей я не представлял себе как это стать врачом но надеялся что если буду хорошо учиться в школе то у меня все получится к 13 годам я уже не был уверен что хочу стать миссионером но медицину я выбрал раз и навсегда мы переехали в бостон в 1959 году и оставались там до 1961 года потом вернулись назад детройт поскольку наше финансовое положение улучшилось детройт был нашим домом да к тому же мама кое-что задумала мы едва обосновались бостоне а она уже планировала вернуться назад наш новый дом он был размером с сегодняшний гараж квадратная коробка стандартного послевоенного сборного дома его площадь не превышала 100 квадратных метров но находился он в красивом районе и жители гордясь местом свое жительство заботились чтобы лужайки перед домами всегда были пострижены проходили дни месяцы но мама убеждала нас подождите мальчики мы вернемся в наш дом на дикон стрит пока мы не можем позволить себе жить днем нам нужны деньги которые мы получаем за его аренду дня не приходит не проходила без того чтобы мать не вспоминала о возвращении домой в глазах ее сверкала решимость и мы не сомневались что она своего добьется мама перевезла нас многоквартирный дом стоявший у железнодорожных путей рядом со станцией делей это был дымный индустриальный район с множеством железнодорожных веток еще там располагались маленькие конвейерные мастерские по производству запчастей к автомобилям жили в этом районе бедные люди которых можно даже было назвать нищими мы поселились на верхнем этаже мама работала на двух или трех работах сразу в одном месте она ухаживала за ребенком в другом мыло полы какая бы не требовалась домашняя работа мать говорила это я могу если я еще что-то не умею делать как следует то быстро научусь а что и оставалось делать у нее не было другого ремесла она была сметлива и проворна и труд стал ее университетом потому что работая она внимательно наблюдала за всем что творилось вокруг особенно ее интересовали люди а работала на чаще всего в богатых домах возвращаясь она рассказывала нам богатые делают то то преуспевающие люди ведут себя так то а думают они так то мама постоянно снабжала меня и брата подобной информацией теперь и вы научитесь так делать приговаривала она с улыбкой только вы еще лучше сумеете как это ни странно у матери возникли планы относительно меня еще тогда когда я был плохим учеником нет это слабо сказано я был худший учеником во всех пятых классах хигинской начальной школы в детройте за три года школа заложила во мне прочную базу знаний когда мы переехали в бостон я был четвертом классе а куртис в шестом нас определили в маленькую частную церковную школу поскольку мама предположила что там мы получим лучшее образование чем в государственной школе к несчастью все вышло наоборот наши хорошие оценки были всего лишь результатом низких требований и вернувшись в детройтскую государственную школу я оказался в ужасном положении в хигинской начальной школе учились преимущественно белые классы были сильными и пятиклассники с которым я присоединился превосходили меня по всем предметам к моему удивлению я ничего не понимал соперников на последнее место в классе у меня не оказалось дело уходшало и моя убежденность в том что в бостоне у меня было все было в порядке само по себе обидно было быть последним в классе но мое самочувствие уходшало вдобавок из-за насмешек и подразниваний со стороны других ребят как это обычно и бывает касались они в основном будущих отметок кто-то безапелляционно заявил я знаю что получит Карсон ага большую единицу подхватил другой эй чучело как думаешь ты хоть раз ответишь правильно теперь Карсон правильно отвечает знаешь почему он даже свой неправильный ответ умудряется перепутать неподвижно сидя за партой я старался не слушать одноклассников и надеялся вдруг они подумают что я не обращаю на них внимания слова их ранили мою душу и сердце но я не мог себе позволить заплакать или убежать насмешки начинали снова и на моем лице заставала улыбка спустя несколько недель я и сам убедился в том что заслуживает только последнего места в классе я просто тупица и я сам и все вокруг это знали никто особенно не подчеркивал что я черный но мне кажется что меня оценивали еще хуже чем я есть из-за распространенного представления о том что черные дети не так сообразительны как белые я принимал это как данность все происходило так как должно было происходить я и сейчас оглядываясь назад чувствую боль самое худшее произошло в пятом классе после предварительного экзамена по математике как обычно наша учительница миссис ульямсон отдала на наши листочки на проверку сидевшим сзади а сама вслух читала правильные ответы после этого лески опять вернулись к нам потом учительница вызывала всех по очереди и мы громко говорили сколько у нас баллов в контрольную было 30 задач девочка проверявшая мой листок была зачинщицей насмешек над моей неуспеваемостью миссис ульямсон называла имена я сидел в душном классе взор мой блуждал от доски объявлений к окнам на которые были наклеены вырезанные из бумаги украшения в комнате пахло мелом пылью и потом я опустил голову страшась услышать свое имя я знал что меня ждет бенджамин миссис ульямсон ждала моего ответа я тихо пропромотал число одиннадцать миссис ульямсон положила ручку улыбнулась мне и с энтузиазмом воскликнула ну бенджамин чудесно одиннадцать был максимальный балл прежде чем я успел что-нибудь ответить девочка сидевшая позади меня выкрикнула да не одиннадцать а потом хихикнула один а все остальное он неправильно сделал весь класс тут же отозвался смешками довольно резко приказала учительница но было уже поздно жестокость девочки больно задела меня никогда я еще не чувствовал себя таким одиноким и таким глупым плохо было уже и то что в каждой контрольной я не мог ответить правильно почти ни на один вопрос но когда весь класс дружно смеялся над моей глупостью мне просто хотелось провалиться сквозь землю к глазам подступили слезы но я удержался не заплакал пусть лучше я умру чем они узнают как мне обидно вместо этого я улыбнулся сделанным безразличием опустил глаза и уставился на жирную единицу на своем леске я бы мог счесть что жизнь жестоко решить что если ты черный значит все против тебя так бы оно и было если бы в пятом классе со мной не произошли два случая которые изменили мое отношение к миру слава христу нам не нужно снять вверх вверх да все